Субтитры подогнал «Симон» 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 Дома у Виктории Владимира свой детский сад Только без перерывов и выходных Она настоящая героиня Мать 12 детей Самый старший Петр ходит в 4 класс Самый маленький Васенька Родился пару недель назад Дети и счастье пропорциональны Рассказывают родители Чем их больше, тем гармоничнее и душевнее семья Не то, что даже привыкаю Я просто уже не мыслю Как бы его в жизни моей не было Или в нашей семье бы не было Кого-нибудь из них И действительно, это очень радует Виктория – фельдшер-акушер по образованию Но не работает уже давно Один декрет плавно перетекает в другой Но так называемый отпуск по уходу за ребенком Это совсем не отдых А тяжелый, утомительный труд Прежде всего, считают Малкины Над душой ребенка Это пахота, конечно При том, что она же не может взять и на месяц У меня отпуск, а вы тут как-нибудь сами сорганизуйтесь Этого нет Одна нагрузка сменяет другую Это труд просто потрясающий По степени своей включенности Она же ночью отдыхает Едите снятся Виктория – простцовая мать Всю себя вложившая в воспитание Живет проблемами детей, их переживаниями, радостями и горестями Поэтому в этом доме все дружные, спокойные и счастливые Иногда мама отдыхает, а я ей делаю массаж Иногда она мне что-то говорит И я иду делать Еще мы с мамой готовим Семью здесь сравнивают с хором Каждый поет свою партию А получается общая мелодия Если у ребенка это бывает не получается Бывает трудно справиться с собой Я переживаю не меньше Для меня это больно, но как бы не меньше Да, вот он плачет, я тоже вместе с ним плачу Семья большая, а кухня слишком маленькая Даже поесть вместе не получается Но здесь на такие мелочи внимания не обращают Живут просто и счастливо Своим примером разрушая все стереотипы о многодетных семьях Никогда не становлюсь во внутреннем своем росте вместе с детьми Потому что я с ними думаю, я с ними анализирую Я вхожу в их внутренний мир У каждого он свой, конечно, индивидуальный Вот, и это сложная работа Это бывает посложнее физической какой-то работы Усталости, какой-то нагрузки по дому Вот, но она очень такая Бывает и тонкая, и ювелирная даже где-то С каким-то ребенком Если ребенок школьник, то к вечерним заботам мамы прибавляется проверка уроков Пока чата корпит над тетрадками, стоит запастись терпением А что, если детей, скажем, трое или девять, как у нашей героини? Елена Альбертовна каждый будний день с сентября по май делает с ними домашние задания Она педагог в Ивановском детском доме «Радуга» Учеба – это то, что главное в жизни для нас То есть они как бы вот к седьмому-восьмому классу поняли, что это главное Главнее всего, чтобы получить образование Елена Альбертовна воспитывает оставленных кем-то детей уже 25 лет Профессиональная мама Правда, за четверть века так и не выработала общего алгоритма повезения Каждый ребенок – это новая задача Ее надо прорешивать Мы ее прорешиваем не только на работе, дом постоянно крутим Так что просто стараемся, чтобы духовность, нравственность, вот эти все понятия Они как бы были в основе и взаимоотношений, и воспитания Наперед знает одно – любимчиков быть не должно Прикипев сердцем к одному ребенку, другого можно глубоко ранить Снова предать, как это уже сделали биологические родители Это будет ощущаться, наверное, мне кажется С этим не справишься, если у тебя будет любимчик Мы всех любим Конечно, бывают моменты, когда приходится и поругать за что-то И как-то выделять кого-то, не знаю Я не помню такого, что вот Наверное, да Наверное, внутренний такой механизм подсказывает какие-то вещи Вечернее чаепитие – добрая традиция в этой группе В гости заглядывают и выпускники Уют родных стен, аромат чая с вареньем И добрые глаза – любимой мамы Лены Мама Лены и папа Леша Это действительно так То есть я бегал маленький То есть папа Леша, папа Леша Что Денис, что Денис Так что я всегда их считал за родителей И когда вот я сейчас вырос Я, конечно, не могу сказать, что это кровные мамы и папа Но это мои мамы и папы, которые дали мне все Я свою маму не помню в детстве Потому что я ее видал в три года А так я мама И Алексей Сергеевич мне помогает Они советуют куда поступить Здесь у меня такого нет чувства Чтобы я хочу прям вот маму Елена Альбертовна меня заменяет маму И я такого прям потребности не вижу в этом И не чувствую Ну, конечно, хотелось бы свою маму увидеть Я вот планирую съездить к ней Вот в Навлаке, вот в Кеншенск районе Елена Альбертовна признается Внутри себя она очень сердится На так называемых биологических матерей И понимает, как можно бросать свое родное Я хочу, чтобы у меня была очень сплоченная Очень дружная семья Как минимум три ребенка Ну, для всех, конечно Для троих я буду одной мамой Каждого буду любить Воспитать так, как воспитывали меня здесь Все поздравления, все добрые пожелания Складываются в главные, самые важные для мамы слова Я люблю маму Я люблю тебя Ты хорошая, красивая мама Мама, я тебя люблю Ты красивая Я тебе буду помогать всегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому